Рекорды страны на телерадиоканале «Страна-ФМ». Ну вот и стартовал. Этот самый удивительный час на телерадиоканале «Страна-ФМ». Я бы сказала, самый геройский, героический и удивительный. Конечно, конечно. Друзья, это книга рекордов страны, которую мы проводим совместно с книгой рекордов России. Рекорды страны, наша рубрика называется. С книгой рекордов России совместно мы её проводим. Да. Мы в этом часе расскажем о самых свежих, ярких рекордах, которые были установлены на днях в стране Российской Федерации. Буквально вчера? Например. И не просто расскажем, но даже покажем. Поэтому советуем всегда нас смотреть, не только слушать. И что самое интересное, друзья, вы тоже можете принять участие и быть рекордсменом. Для этого нужно быть гражданином Российской Федерации, это первое условие, и скорее зайти на сайт книгарекордовроссии.ру, зарегистрироваться. Регистрироваться. И третий момент, это установить, собственно, рекорд какой-то. Чем будете хвастаться? Ну, просто регистрироваться на сайте книгарекордов России смысла нет, конечно, если нет. Ну, мало ли, вдруг, может быть, вы коллекционируете регистрации на разных сайтах, то да. В принципе, регистрации. Самое главное в коллекции своей поиметь регистрацию на территории Российской Федерации. Да, остальное уже так. Рекорды уже приложатся. Конечно. Что еще отрадно и интересно? В этом часе у нас будет викторина, поэтому мы советуем вам не переключаться, дабы выиграть ценные призы и подарки от телерадиоканала «Страна ФМ». Да, и слушать внимательно. Да, 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 да. Ну, и что? Кепку мы, разликровываем. А, вот, да, забыл. Кепку брендированный. Бейсболку от телерадиоканала «Страна ФМ». Да, это будет в середине часа, но до того, я думаю, что вся информация, которая прозвучит, она вас поразит до самых потаенных глубин вашей души. И что интересно, вы сейчас узнаете, какие рекорды существуют, чтобы вы хотя бы ориентировались, какой пример вам подают другие наши рекордсмены. А мы вам будем комментировать, что вам нужно сделать для того, чтобы тот или иной рекорд перебить и попасть в Книгу рекордов России. И, возможно, вы станете следующим героем, и в понедельник будущее расскажем мы о вас. Продолжается наша рубрика «Рекорды страны». Напоминаю, телерадиоканал «Страна ФМ» и «Книга рекордов России» подготовила совместный проект, и мы уже готовы рассказать о таких ярких рекордах, нужных. И первый из них называется «Самый большой детский рисунок красками на бумаге в России». О, да. Ну, все мы любим рисовать, все мы любим рисовать, но никогда не бывало такого, чтобы рисунок был таких размеров. Ну, если только на стенах дома дети. 15 на 5... Чего это? Метра же, да? 15,5 метра на 10,4 метра. Ну, практически 15,5 на 10,5 метров. Ну, да, такой, в общем, прямоугольник. Большой достаточно. Студия «Искусств территории детства» из Серпухова это все дело подготовила, и 22 апреля рекорд установили 16-го года. Вот буквально вчера. Ну, год назад, да. Мы готовы посмотреть этот ролик, да? Да. И что там за дети такие мудеркинды? Сейчас мы все увидим, друзья. Подключайтесь. Да, давайте, смотрим. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна ФМ». Ну-ка, ну-ка. Итак. Ну, вот изначально было белое полотно. Это поле буквально. Да, белое поле. На нем расставлены банки с краской. Дети сидят на коленках там. Дети просто пока рисуют круги. Вот эти круги плавно превращаются в какие-то цветочки. Ага. Шарики. Шарики, да. В общем, 40 юных художников трудятся. Вот их 40 человек, оказывается. Причем все детки, все разного возраста. Но в основном полотно состоит из цветов разных размеров, разных раскрасок, разновидностей и так далее. Ну да, ну красиво. Ну здорово получилось. Прям поляна цветочная. 150 квадратных метров бумаги и около 36 литров краски. И ребята нарисовали это все за 30 минут. Вот это с ума сойти. Смотришь, за полчаса всего лишь. Класс, класс. Трудно объяснить, кто нас слушает только, но правда огромный пол в цветах. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Итак, если вы готовы победить ребят из города Серпухово, Московского области... Да не надо вам, ну что вы, зачем? Тем не менее, если надо этот рекорд побить, именно этот, то нужно создать рисунок красками на бумаге площадью 165 квадратных метров. То есть было 150? Примерно, да. А вам надо 165. 165. Ну, я думаю, что нужно все-таки не цветочки рисовать, а что-то другое. Я думаю, а почему еще к времени не привязались? Вот ребята нарисовали это все за 30 минут. А если человек, допустим, за 20 минут нарисует, ну то что же рекорд? Конечно. Быстро. Один. Там было сколько? 40. Один за 20 минут и 165 квадратных метров. Ну да. Так разлил краску сам, лезь, лег, поелозил, поелозил. Вот так вот делали, как бабочка. Да, мне кажется, отлично. Вполне себе. Многие художники так рисуют и их считают гениями. Так что... За миллиарды еще продают свои работы. Все карты вам в руки. Друзья, в общем, регистрируйтесь на сайте книгарекордов России.ру, займите предварительно гражданство России и побеждайте, побеждайте. Займите. Белорусы, казахи приехали, зарегистрировались и в понедельник уже участвуют в программе. А ты знаешь, что норвежцы сказали, что будут платить 5000 евро каждому, кто возьмет в жены их женщину? Нет. Представляешь? Да. Вот так, да. Русским причем. Говорят, хороший генофонд у нас. Русский генофонд. Да, русские, белорусы и украинцы. Вот вас призывают норвежцы, женитесь, женитесь, 5000 евро получаете, и наразово ежемесячно не уточняют. Армяне поедут туда. У них тоже генофонд нормальный. Говорят, русские, украинцы или белорусы. Паспорт будут смотреть. То есть славяне нужны. Славяне, да. В общем, садитесь в машину, трасса Е-95 в Норвегию. Куда-нибудь приведет вас. Ну да, согласен. Следующий рекорд, о котором мы сейчас сообщаем, произношение слова «мама» в наименьшем возрасте. Ты когда первое слово сказала? Не знаю. И я. Надо спросить. Надо. Ну вот тоже рано, я рано начала говорить. Да? И сразу же у микрофона? Да. В расческу. Молодец какая. В расческу пила. Ну вот смотри, у нас можем открыть небольшой секрет. Шесть месяцев, пятнадцать дней было ребенку. Так родители, ты представляешь, сколько они хотели поставить рекорд, что они еще успели заснять, выложить в интернет и зарегистрировать. Они ждали этого момента, мне кажется. Ты понимаешь? Да, у нас причем видео еще есть. Мама, повтори, повтори. Давай, 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 давай. Да, да, да. И сидели с этим, со смартфоном, чтобы заснять. Итак, у нас есть видео. Смотрим и, конечно, слушаем. Поехали. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Руся, Марусенька, скажи «Мама», «Мама». Эть, какая гушка-бушка. Марусена, скажи «Мама», «Мама». Не хочет, говорит, «Мама», погрызу ли губ. Ну. Ну, говори. Я уже жду, да. Говори. Мама. Вот. Ты умница. Рекорды страны. Правда, вот все, как я тебе и говорила. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Понимаешь, с камерой сидели. Конечно. Как я и говорила. А Архипова Мария Дмитриевна. Дата рождения 22 марта 2017 года. А рекорд зарегистрирован 7 октября 2017 года. То есть месяцок назад зарегистрировали рекорд в Балашихе в Московской области. Сложно что-то сказать. Даже мамой сложно сказать после такого-то рекорда. Мама, в общем, установила рекорд, да. У нас есть факты, кстати, интересные. Прилагаются к рекорду. Младенцы умеют читать по губам. Понимают ли, что прочитали. Я тоже умею читать на китайском, понимаешь. Вот умею ли я распознавать. Вот, а дети умеют распознавать голос матери, находясь в животе. Да, кстати. Я всем, кстати, могу посоветовать. Я, знаете, что есть такое понятие «осознанное родительство». Это когда ты, ну вот, типа, будет у тебя ребенок, многие просто сидят и ждут на попе ровно, когда у них ребенок родится. А есть осознанное родительство, когда ты подходишь к этому осознанно, все изучаешь, очень много всего. Вот. И я, допустим, своему сыну, пока он был в утробе матери, я ему читал, читал Пушкина. Молодец. То есть прям я образовывать начал ребенка еще. Слушал рок с ним, да. Рок, конечно, да. Моя супруга ходила на мои концерты, трясла хайром и козу в небо запускала. Чтобы ребенок понимал вообще, в какой семье рождается. Конечно, естественно, естественно. Чтобы генетика-то передалась уже априори. Так вы заходите ко мне в Инстаграм, посмотрите, как он козу сейчас показывает. А всего лишь три с половиной года. Вот. Папку переплюнет. Папка, молодец. Рекорды страны. На телерадиоканале Страна.ФМ. Итак, доброе утро. У нас на очереди следующий рекорд. Рекорды страны продолжаются. Называется он так. Наибольшее количество гамаков, которые подвешены на двух деревьев. Деревьях. Да, да. У нас есть видео. Но мы его посмотрим чуть позже. Просто сразу открою тайну. Их 31 штука. Я, кстати говоря... На них хоть никто не сидел, не лежал. 31 штуку. Конечно, лежали. Эту 31 штуку гамаков видел фотку этого рекорда, еще не зная, что это рекорд. Рекорд страны вашей, да. Да, да. Выглядело это, конечно, вообще фантастически. Это ребята из Воронежа установили рекорд 16 июля 2016 года. Команда российских экстремалов World Team. World Team. World Team, да. В общем, ребята там устроили настоящую движуху на этих гамаках. Гамачную движуху. 31 гамак на двух деревьях. Ну, давай, давай посмотрим этот ролик. Сейчас все прокомментируем, друзья. Рекорды страны. На телерадиоканале Страна.ФМ. Итак, смотрим. Лес, лес, лес. Да. И вот люди начали устанавливать гамаки. Между двумя деревьями, как мы сказали, 31 штука гамаков поместилась. А, я тоже видела фотку. Да, да, да. Фотка в свое время облетела интернет, по крайней мере российский интернет. Между двух сосен натянуты разноцветные гамаки. Участники Воронежского сообщества, любители активного отдыха, соорудили между двумя соснами гамак-парк. Его высота составила 31 этаж. Слушай, круто. Экстремалы последовали примеру американцев. В США скалолазы разбили такой же гамак-парк между деревьями, только меньшей высотой. Россияне искали место для создания конструкции две недели. Чтобы развесить гамаки, они воспользовались альпинистским... Снаряжением. Снаряжением, да. Всю конструкцию собрали они за 9 часов. Ой, это круто. Они себя еще на GoPro так снимают, добавно все. И съемка хорошая. Две корабельных сосны. Я думаю, если бы Петр Первый увидел эту конструкцию, он бы сказал, вы что делаете? Отдайте мне для мачт эти сосны. Красота. Рекорды страны. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ну вот гамаки-то у ребят были такие полотняные, да? Они ровненькие были, ты же обратила внимание. Ну да, они сетчатые. Ну да, вот ты когда-нибудь спала в сетчатом? Ну лежала. Лежала, просто лежала. Да, ну там отпечатывается, да, все? Да. Там полежать стоит. Более того, если заснуть в таком гамаке сетчатом на несколько часов, как это сделал я, после того, как ты пробуждаешься, ощущение, что ты сейчас через каждую решеточку, ячейку вытечешь под гамак. Потому что они настолько врезаются в твое тело. И самое главное, что они помогают. Я-то думал, ладно, сейчас постелю пледик себе, чтобы нормально было. Нифига подобного. Пледик весь сразу-раз-раз под тобой в комочек превращается. Слушай, ну да, это удобно. И они, видишь, там лежали, наслаждались природой с 31 этажа. Да, самое главное, как они потом спускались. Вот вопрос. Ну как и залезали. Если вы готовы, вот это сложный, конечно, рекорд. Это тебе не... Ну ладно, не буду обесценивать другие. Это тебе не в ячейке гамака протекать. В общем, чтобы его победить, нужно собрать гамак-парк высотой в 34 гамака. Вот сейчас... Гамак-парк в 34 гамака. 31 гамак. Звучит фантастически. А тут нужно 34, на 10% больше. И тогда можно установить новый рекорд. Я не знаю, мне кажется, не надо. Не надо, давайте оставим победу Воронежу. В Воронежу, да. Всего года рекорду. Не, ну я думаю, что они такие, они эти альпинисты-скалолазы. Они сами побьют еще, да? Они сами побьют рекорд, однозначно. Сами себя. Сосны нашли, гамаки есть явно, мы по видео... Для них это кайф. У них это очень хорошее времяпрепровождение. Я так понимаю, они получают от этого колоссальное удовольствие. Все там дружат, ну, судя даже по видео. Все, и прекрасно. На все выходные ушел. Монтируешь гамаки. Они 9 часов собирали эту конструкцию. Сколько же они отдыхали до этого и после. После, вот после, да. У нас теперь приятный бонус. Как и обещали. Мы готовы разыграть классную кепку от телерадиоканала «Страна.ФМ». Ну и вообще она рекордская кепка, в ней рекордсмена. Вот, да. Но мы ее постирали. В ней можно поставить рекорд. Это новая она, считай. А, новая? Хорошо. Да, все с чистого листа. Я думаю, от того вот рекордсмена, который... Жизнь новая начинается с этой кепкой, понимаешь? Вот, и вопрос, конечно же, касается подвига, рекорда России. Конечно, конечно. Давай, Никита, поехали. Значит, есть у нас в стране известный бегун-любитель Александр Капер, прозванный журналистами российский «Форест Гамп». Да. И его фонд поддержки любительского вида спорта, значит... Создали проект. Создали проект «Беговые экскурсии» для популяризации любителей спорта. И придумали самую длинную пешую экскурсию в России. Угадайте ее протяженность. Значит, угадайте ее протяженность. Три варианта ответа. Первый. Первый. 42,2 километра. Второй. 31,1 километра. Третий. 53,3 километра. Значит, какова протяженность экскурсии, которую придумал Александр Капер, российский «Форест Гамп», бегущий человек В общем, присылайте СМС. Правильный ответ. Кто, значит, сегодня кое, 13 число. 13 число. Пусть тогда второй правильно ответивший. Логично. Просто действительно. Второй правильно ответивший получает кепку. Кепку, да. От Никиты Некрасова. Распишись хоть там. Да нет, зачем? Я Александра Капера попрошу. 909-928-1-89,9. Ватсап, Вайбер, СМС. Вторая СМСка всего лишь будет поведной. Давай повторим еще раз. Какова протяженность маршрута бегуна-любителя Александра Капера 42,2, 31,1, 53,3. Все вообще логично. Второй ответ правильный. Второй ответ 13 число. Все. Запутали окончательно. 909-928-1-89. Книга рекордов России продолжается. Мы сейчас вам расскажем о нескольких еще рекордах, установленных в нашей стране в разное время. И, конечно же, объявим им победителя нашей Викторины, коей уже есть. Самый пожилой дайвер в России. Знаешь, сколько лет этой уважаемой женщине? Да. 95... Ну, конечно, знаешь, что там написано. У тебя тоже. Естественно, я не по памяти. 95 лет, 3 месяца, 19 дней. Колтакова Мария Денисовна. 22-го года рождения. Представляете? 3 мая 2017 года установлен ей рекорд. Место проведения погружения в город Белгород. Бассейн спортивного комплекса Светланы Хоркиной Белгородского государственного национального исследовательского института. 10 минут. На 10 минут, да, Мария Денисовна погружалась. Как это возможно? Я вот какой рекорд нашел. Я восхищаюсь такими людьми. Вот какой рекорд потерял. Нашел. Самое длинное название улицы в России. Эх, вообще. Внимание, друзья, 132 знака без пробелов. Это Россия? Да. А где это? За полярным кругом? Нет, это в городе Бердске Новосибирской области. Зафиксированный рекорд 19.06.2017 года. И название улицы. Внимание. Какое? Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов для Организации Крестьянского Хозяйства. Представляешь, что навигатор там просто виснет, если ты... Нет, ну, представляешь, забивать это в навигаторе. Нет, я говорю, он просто зависает. Он как в Яндексе. Поиск не найден. Поиск не найден. А представляешь, знаешь, что... Ладно. Давай, победителя. Ладно. В общем, правильных ответов у нас было немного. Сообщений очень много. А правильно, если честно, только одно из 50. И вторым была? Маша. Маша? Да. 42,2 километра был правильный ответ. Мария Сергеевна. Мы вас поздравляем от души. Мария Сергеевна. Вы молодец большая, потому что вы одна из немногих, кто справился. Да, да, да. И ты представляешь, бегать 42,2 километра на экскурсии. С ума сойти. Вот. Ну, может быть, Мария пробовала. Да, друзья, в общем, заходите на сайт книгарекордовроссии.ру. Если у вас есть российское гражданство, регистрируйте свой какой-то суперрекорд. И, возможно, в какой-то из понедельников мы расскажем именно о вас. До завтра. Прощаемся. Никита Некрасов. Лиза Галинина. Пока. До завтра.